Возвращение коммунистических тяжеловесов Украина может продать трубопроводы России, пишет в продолжении темы New York Times. Виктор Янукович предложил передать контроль над газопроводами консорциуму с участием российского «Газпрома» и неназванной европейской компанией. Сторонники Януковича утверждают, что вследствие этого решения Украина станет платить за газ меньше и сэкономит приблизительно 4 млрд долларов в год. Через украинские газопроводы проходит 80% европейского экспорта «Газпрома». Даже при их частичном контроле у России не будет необходимости строить дорогостоящий обходной трубопровод «Южный поток». Однако многих украинцев, которые опасаются влияния России, пугает такой расклад, резюмирует издание. В пятую годовщину революции тюльпанов Киргизия отказывается от демократии западного образца, констатирует New York Times. Многие опасаются, что страна быстро катится к полноштабному авторитаризму. Президент Курманбек Бигба Киев ранее обещал новую эру свободы. На днях же он заявил, что модель демократии на основе выборов и прав человека может не подходить всем странам и народам. Так что революция тюльпанов стала негативным моментом для развития демократии в Центральной Азии, утверждает газета. В сегодняшней встрече в Брюсселе глав стран ЕС посвящает материал швейцарская «Монтагес Анцайгер», по мнению которой все взгляды на ней будут устремлены на Ангелу Меркель. Из-за своего решительного «нет» незамедлительной финансовой помощи Греции она оказалась в одиночестве. До сих пор Меркель славилась умением наварить мосты и впервые оказалась в изоляции. Ее требование об исключении злостных должников из Евроклуба только подлило масло в огонь. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу предупредил, что без солидарности не бывает стабильности. Другие государства Еврозоны также советуют канцлеру снять блокаду, говорится в статье. Окончательное решение о строительстве газопровода на Бука пока не принято, пишет немецкая «Зюдиочи Цайтунг». Тем не менее, комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер надеется, что это произойдет уже в течение года. При этом, как рассказал чиновник газете, газ по набуко навряд ли пойдет ранее 2018 года, хотя согласно первоначальному плану срок ввода в эксплуатацию намечался на 2014 год, напоминает «Зюдиочи Цайтунг». США не смогут долго оставаться мировой сверхдержавой и государством нянькой одновременно, пишет Wall Street Journal. Как отмечает в своей статье эксперт в области национальной безопасности Макс Бут, сейчас Америка несет основное премие по защите свободного мира. Вашингтон тратит на оборону 17% бюджета. Это столько же, сколько все остальные страны мира вместе взятые. Но на три крупные государственные программы социального обеспечения уже тратится вдвое больше – 35% американского бюджета. А обамовская реформа здравоохранения только увеличит государственные субсидии в ущерб с затратом на оборону, утверждает автор статьи. НАТО отвергало призывы России уничтожить поля опийного мака в Афганистане, сообщает Рейдлер. По мнению Брюсселя, «Талибан» имеет настолько огромные запасы опиума, что уничтожение посевов не изменит ситуацию. Вдобавок, это настроит против войск НАТО простых афганцев, для которых мак – единственный источник дохода. Поэтому американцы намерены платить крестьянам деньги за добровольное уничтожение мака. А так как наркобизнес контролирует боевики, Брюссель предлагает Москве более активно участвовать непосредственно в войне с мятежниками, передает Рейдлер, напоминая, что от афганского героина ежегодно умирает 30 тысяч россиян. Кремль пытается бороться с коррупцией на фоне растущего возмущения россиян, пишет Лондонская Таймс, которая рассказывает об удивившей даже россиян афере. Госкомпания продала фиктивной фирме четыре боевых самолета МиГ-31 по 5 долларов за штуку, а затем выкупила их уже по 100 тысяч долларов. Коррупция стала настолько обычным явлением, что мошенники даже не чувствовали необходимости скрывать свои намерения, поясняет издание. Главный вопрос состоит в том, как далеко готов пойти господин Медведев в своей кампании по очистке общества, пишет газета, отмечая, что Кремль явно обеспокоен ростом недовольства населения. Скрытые камеры, сфабрикованное видео, красивые женщины и кокаин. Что еще нужно для скандала, рассказывает немецкая Дивель. На этот раз в центре скандала оказался главный редактор журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман. На видеозаписи Фишман в компании девушек нюхает белый порошок. А на распространенной несколько ранее в интернете другой записи, Фишман, оппозиционный политик Илья Яшин и критик Кремля, политолог Дмитрий Орешкин, пытаются якобы дать взятку сотруднику ГИБДД. Все трое заявляют, что видеофальшивка, отмечает газета. Подключение молодых девушек к сбору компромата на оппозицию журналистов наводит на мысль, что методы работы ФСБ не изменились со времен Холодной войны, резюмирует издание. Петербургский благотворительный фонд «Теплый дом» обратился к математику Григорию Перелиману с просьбой передать присужденную ему премию в 1 миллион долларов на благотворительные цели, сообщает русская служба Би-Би-Си. Четыре года назад Перелиман отказался принять другую престижную премию Филдса. «Меня не интересуют деньги или слава», – заявил тогда математик. Сейчас же 43-летний ученый номинирован на получение премии «Тысячелетия» Института Клея за решение теоремы Пуанкаре. Пока неясно, примет ли он премию. Перелиман ведет отшельнический образ жизни и живет вместе с престарелой матерью в крошечной и бедной квартирке в Санкт-Петербурге, – заключает Би-Би-Си. Индийская армия и полиция в борьбе с преступниками намерены применять гранаты, начиненные самой острой национальной приправой – перцем «Худжулоке». Красный – невероятно острый, со взрывным запахом. Это самая пикантная приправа в мире, вошедшая в книгу рекордов Гиннеса. Во время испытаний высвободившийся газ привел к сильной интоксикации противника, обездвижив его, но не убив. Истинная сила гранаты на основе этого перца в том, что это не токсичное оружие. Его резкий запах может нарушить дыхание террористов и вынудить их покинуть свое убежище или даже привести к остановке дыхания, резюмирует издание. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите «Прайс Дайдес» и держитесь в Министерстве Мировых Семей. До встречи и всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин